Учиться никогда не поздно, особенно когда ты боец. До такой силы, что можешь нокаутировать не то, что противника, а самого себя. Привет, разящие на повал улитки! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на бойцов, которые были настолько жестоки, что сотворили самонокаут. Хотя на самом деле это случается чаще, чем вам кажется, и может случиться с каждым. Даже быстроногий гепард иногда спотыкается. Что же говорить про бойцов, которые могут сплоховать в самый неподходящий момент? Мэтт Линдленд, будучи серебряным призером олимпийских игр по греко-римской борьбе, решил попробовать свои силы в боях без правил, тренируясь в одном зале с легендами этого спорта. Первые семь поединком он выиграл, затем проиграл Бустаманте и снова выиграл два. А затем встретился с Виталой и сам же закончил этот бой на второй минуте. Делая наработанный годами суплекс, он воткнул в канвас свою голову, после чего Виталой осталось лишь забрать победу на блюдечке. Мало создать шедевр, нужно еще найти людей, которые с этим согласятся. Так и в бою, мало сделать удар, еще нужно, чтобы он попал по противнику, а не покалечил тебя же. Ден Ле Равью сотворил настоящий шедевр. Пытаясь пробить ногой повыше, мужик так крутанулся, что сам упал, ударившись головой об канвас и улетел в нокаут. Вот так бывает и на улице, а потом доказывай, что ты никого не трогал, а этот алкаш нокаутировал сам себя. Хорошее лекарство, горькое на вкус, а победа всегда сладкая, особенно когда соперник тебе еще и помогает ее добыть. Джейми Варнер, будучи чемпионом ВЭК, демонстрировал отличные бои на разных промоушенах, в том числе и UFC. Но великим диванным бойцам он запомнился больше всего своим прогибом, от которого сам же улетел в нокаут, приземлившись затылком об канвас и привалив себя сверху накачанной тушкой. Хороший продавец не выкладывает весь товар сразу, а хороший боец не показывает все удары, которые умеет. Именно так сделал Четмен в поединке против Айалы. В одном из эпизодов Айала прихватил ногу Четмена и сделал высекание, после чего сразу хотел его добить, напрыгнув сверху. Но он не учел тот момент, что Четмен изучал секретные техники группировки черепашек-ниндзя и просто подобрал под себя колени, об которые Айала и совершил самонокаут. Но Четмену этого было мало, и он запрыгнул на спину поверженного соперника, сделав сальто, за что в общем-то и был дисквалифицирован. Хорошие пловцы в речках тоже тонут, а хорошие бойцы могут проиграть невероятным образом. Марк Кэр, монстр боев без правил, который выигрывал турнир Валы Тудо, дважды выигрывал турниры UFC, на Прайд 27 встретился с Ямамото, где случилась беда, которую не ждали. Делая перевод Ямамото в партер, Марк воткнул себя же головой в канвас, отчего улетел в страну единорогов, а этим моментально воспользовался японец, записав на свой счет победу добиванием. Грей Мейнард, будучи отличным борцом, начал свою карьеру в UFC с двух побед, но затем судьба его свела в поединке с Робом Эмерсоном, в котором произошло нечто. Когда бойцы сошлись в клинче возле сетки, Мейнард сделал захват и рубанул Робом об землю. Но вся фатальность этого момента была в том, что он сам лупанул головой об пол, отчего сразу отключился. Но судьба оказалась к нему милосердна, ведь Ямарсон не смог его добить, так как после такого жестокого броска у него сломались ребра и все внутри перевернулось, поэтому мужик просто лежал и корчился от боли в агонии. Но тяжелее всего в этом всем замесе было рефери, который не знал, что делать, поэтому после совещаний бой был признан несостоявшимся, что очень расстроило Грея, ведь он был уверен в своей победе, а все из-за того, что он не поверил в то, что потерял сознание, пока Джо Роган ему не показал видео и не объяснил. Все болезни от нервов, один сифилис от удовольствия, а все победы от тренировок, а одно поражение из-за глупости. Реванш Дос Сантоса против Веласкеса ждали многие и надеялись на незабываемый бой. В принципе он такими получился, только вот с не очень хорошей стороны. Джуниор в попытке сделать удушающий переводил соперника в партер, но на свою беду хорошенько сам же приложился головой, отчего полностью потерялся, предоставив возможность Веласкесу себя добить. Не нужно учить карася плавать, а ударника бороться еще как нужно. На аматорском турнире по ММА Зак Милтон встретился с Грегом Вудом. В одном из моментов боя Зак решил воткнуть Грега в пол, перекрутив в воздухе. Но его черная карма была с этим не согласна, и в пол воткнулся лицом сам Милтон. Оттушка Вуда вдобавок привалила его голову сверху. Самый подходящий момент наступает в самое неподходящее время. Особенно когда хочешь сделать красивый бросок, а получается хрен без соли. Брукс в своем поединке против Торреса все сделал классно. Захватил, поднял, крутанул и бросил. Только вот приземление получилось, как у отчаянного камикадзе, перепутавшего врага с родным аэродромом. Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится. Именно так подумал Дилан Эндрюс в своем поединке против Сэма Алви, посылая ему очаровательную улыбку. Но главным подарком для Сэма был бросок, который Дилан решил сделать после захвата сзади. Неудачно сделав скрутку, Эндрюс ударился головой об канвас, прибив себя же сверху телом Алви. Ущипни себя и узнаешь, как больно другому. А вот Тимати Вудс решил проверить на себе, будет ли больно, если тебя воткнут головой в канвас. Работая в клинче, Тимати решил провести подсечку Тиму Кэрону. Но сделал это не совсем удачно и сам же влип лицом в пол, отчего тут же отключился, познав силу борьбы. Могу ребро вот так вот просто взять, вот так вот и ребро достать у человека, и этим ребром ему хоп и глаз выколоть. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok